Всех приветствую на своем канале. У меня тут в инстаграме был запрос на тему моих любимых сыров. Я специально хотела прогуляться по магазинам и купить парочку для примера. Но что-то мои ноги так и туда не дошли, поэтому придется объяснять на пальцах. Мой вообще любимый сыр я не видела лет 7, наверное, или 8 в продаже у нас в Угличе. И назвался он Маус, продавался у нас в основном на часовском рынке. Кончик носа чешется, к чему бы это. И можно, по-моему, он что-то стоил 300 тогда, это считайте, сколько, 2007, 2008, 2009, наверное, 2009, может 2010 год. Стоил он тогда 300 с чем-то или 300, или около того, когда как повезет рублей за килограмм. И я покупала его сразу головками. Находила где-то на 650-700 грамм, вот такие вот. Назывался он Маус, и я так поняла, что его делали где-то, вот я не помню, где-то в какой-то части России. Мне почему-то кажется, что Адыгея, но это не Адыгея, а совершенно что-то такое похожее на Адыгею. Ну, я думаю, что многие знают мои ассоциации, это как я путаю Краснодар и Красноярск, Архангельск, Астрахань, Архангельск, да, Архангельск и Астрахань. Ну вот я их путаю. И тут точно так же. Раньше я путала горький парк и скорбунс. Пальгурьковый скорбунс. Групп такие. Короче говоря, был такой сыр Маус. Он мне очень не нравился, он такой был крепенький. Я могла эту головку сыра в 700 грамм слопиться целый день. За день. Всего лишь за день. Ну и если помогала мне бабуся, то мы могли с ней слопать эту головку на двоих. Причем мне доставалось маленько. И он, я не знаю, сколько он там плотности был, жирности, я в этом как-то не очень разбираюсь. А еще я люблю сыр с дырочками. Раньше у нас углический сыр делался, российский, очень вкусный. Еще до того, как ввели эти санкции там в каком-то году. И до того, как на Украине случился какой-то Майдан. Я вообще без понятия, что там в мире сейчас делается. Тем более на Украине опять кончик носа чешется. Не знаю, почему бы это. Кто знает, напишите в комментах. Я знаю, что можно дать в нос, тогда он чесаться не будет. Хотя сама себя дала, надеюсь, больше не зачешется. Короче говоря, очень вкусный у нас был углический российский сыр. С углического сырозавода делался. Но потом, по секрету всему свету, тогдашний муж моей тогдашней однокласски. Ну, в принципе, они, наверное, все еще замужем, женаты, живут вместе. Короче, все еще она моя однокласска. И он все еще ее муж. Работал на этом сырозаводе и говорил, что туда добавляют пальмовое масло. Я ничего против пальмового масла не имею. Но мне кажется, что у нас не настолько Россия приспособлена для вращивания пальмы. Или пока это пальмовое масло из Сочи, допустим, если там есть эти пальмы, доедет до нас. Или где-нибудь там, возможно, пальмы у нас растут. Но, как сказала Юлька, может, оно и ничего, но в Россию оно поступает уже в хреновом виде. В общем, добавляют в этот сыр пальмовое масло. И он совершенно уже другой. Я заметила, что эти сыры стали несколько иными. Вот тут же Даниловский покупаешь сыр или Костромской, уже он какой-то не такой. Они стали называться сырные продукты. Я так понимаю, сырные продукты – это что-то с добавлением сыра. Как творожный продукт я как-то на работе по совершеннейшей случайности купила. Лучше бы не покупала. Ивановский творожный продукт. Там лучше не сдать состав. У меня даже кот его ел уже, по-моему, чисто от безысходности. Он какой-то вот хрень. Ну, сейчас, в принципе, разговор сыра. Ну, так вот. Мне нравится сыр с дырочками. Российский он, не российский. Не знаю, как он сейчас называется. Очень редко попадается. Очень вкусно сыр с дырочками. Какой-то финский мне как-то попадался сыр с дырочками. Но это уже так. Это вот между Маусом и теми сырами, которые мне нравятся. Вообще, мои любимые сыры – это дегейский сыр. То бишь, вообще, изначально он, по-моему, был козьим сыром. В общем, я люблю козий сыр на козьем молоке. Или то, что имитирует козий сыр, вот этот самый адыгейский. Там почему-то пишут молоко коровью. В общем, это беленький сырок такой. Еще иногда похожий у меня делает тетя моя. И еще кто-то в Угличе делает такие сыры, там где-то на часовском, опять же, рынке продает. Но я ни разу их не покупала. Ела, как-то мне угощали вот этим покупным. Ну, и ела я, который делала тетя. Сама я сыр ни разу не делала. Ну, возможно, когда-нибудь сподоблюсь. Если вдруг чего. В общем, люблю адыгейский. Очень люблю вообще сыр адыгейский. Я его даже лопала просто так с лебушком, бабушком я не понимала. У меня вообще мало кто понимает из моих знакомых, родственников. Моя любовь к сыру адыгейскому. Люблю еще сыр сулугуни. Одно время даже покупала так же, как адыгейский. Они бывают иногда такими маленькими головками сыр. Не кругленькие, а слегка сплюснутые. И вот, мне кажется, сулугуни, он примерно близок к адыгейскому, только посолонее. И вот еще люблю сыр с дырочками. Наверное, это очень короткий обзор. К сожалению, показать нечем. Я, конечно, вполне могу есть вот этот плавленый. А, да, кстати, в детстве очень любила колбасный сыр. Вообще до жуки любила этот колбасный сыр. Потом долго-долго не могла его есть. Вообще что-то не лез. И вот года три назад, наверное, снова стала любить. Правда, тоже чаще всего попадается какой-нибудь колбасный сырный продукт, который есть-то как-то невозможно и сыром-то сложно назвать. Еще могу вполне себе есть вот этот плавленый сыр. Раньше тоже очень нравился сыркарат плавленый. Еще шоколадный такой сыркарат плавленый. Потом тоже что-то как-то попустила, или он какой-то не такой стал. Вообще могла купить ванночку и слопать ее с хлебом, без хлеба, с чаем, просто так. Вот эти сырки типа Виола, Президент, еще что-то вот такие треугольненькие. Я их люблю, но только без всяких там составляющих. Я как-то по ошибке купила ассортей. Там было, значит, типа с огурцом, с грибом, мухомором не иначе. И с ветчиной. И вот мне эта ветчина попала. У меня ощущение было, будто там фольги кусочки нашпигованы в этот сыр. В общем, плавленый сыр я люблю, но есть могу в последнее время, скажем так. Но самое любимое это вот адыгейский вообще. Если вдруг кто ко мне решит прийти в гости и не знает, что такое, мне бы дам это к чаю принести, приносить адыгейский сыр. Адыгейский из слугуни и сыр с дырочками. Причем вот, допустим, есть сыр с дырочками Мазда. Терпеть не могу. Я помню, у меня знакомая девчонка из прошлой девчачьей компании дико по нему угорала. Она все пыталась меня накормить, он ей очень нравился. Ну, когда что-то кому-то нравится, тебе что-то нравится, хочешь, это с кем-то там, кто тебе интересен, поделиться, да? И вот она пыталась этот сыр меня... То ли он сладковат, ну, в общем, какой-то он нот, но не идет он у меня. Пыталась одно время есть эти сыры с плесенью. Я помню, сидела, моя бывшая начальница затащила меня в магазин, сказала, вот здесь он по скидке что-то до сих пор, помню, 49 рублей 100 грамм, в пятерке было. Значит, 100-граммовый кусочек, он у меня долго лежал, я на него смотрела, смотрела. В общем, я его ломала, я его не помню, с чем я его ела, но когда я его оставала где-то с пол пальца мизинца, я вдруг пронюхала, что он вполне ничем, но он закончился. Но сама я что-то как-то не рискну его покупать, как-то помню, у Женьки братец на левом берегу, та, с которой я думала, что я с ней дружу. Ну, то бишь, я-то ее дружила, но она-то меня хрен знает. И вот у нее как-то братец привел к какой-то сыр типа с плесенью и пытался нас тоже угостить, но как-то это вот так посмотришь. И сразу как-то, блин, воротит. Игревай, но он как-то отдает по запаху и вообще не мое это. Поэтому все-таки я опять склоняюсь к казахейскому, слугуни и сыру с дырочками типа российского. Но если кто-нибудь из вас знает, где продается сыр Маус, киньте ссылочку. А в общем, вот такой маленький сырный обзор у меня случился. Я даже не глянула, сколько времени я тут трендычу. Но как-то так. Да, кстати, у меня на губах самопальный блеск для губ из Макс Фактора и прочей хренотени, который будет, наверное, в предыдущем видосе, хотя, мне кажется, этот предыдущий видос скорее всего загрузится позже, чем вот этот вот видос. В общем, если вы досмотрели до конца, то и хорошенько. И вам тогда сырного хорошего настроения. Ну и я надеюсь, я выполнила запрос человека. По крайней мере, я попыталась выполнить запрос человека про сыр, мой любимый сыр. И всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok